Музыка Приполярный Айхал стоит на пороге своего 55-летия. С каждым годом северный поселок растет и развивается. Завершился 2015 год, каким он был для алмазного Айхала. Вспомним основные события. 2015 год был богат на юбилеи. Так в нашей стране отметили 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Ученики пятой школы к знаменательной дате создали фильмы о героях Великой Отечественной войны. Была открыта школьная Третьяковская галерея, где разместилась российская живопись периода Великой Отечественной. Надежда Ларкина, ученица седьмого класса со своими сверстниками, создала электронную книгу «Мы не забудем никогда», куда вошли и творческие работы самих учащихся. Проект сегодня в открытом доступе в интернет-ресурсе. В наше время сейчас детям не очень интересно читать обыкновенные книги. Им больше нравится поиграть в компьютер и так далее. По нашим опросам мы увидели то, что мало кто из детей знает о войне. И мы решили напомнить детям о войне, как далась эта победа, решили напомнить героев. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне и юные художники Айхала, воспитанники детской музыкальной школы, подготовили большую выставку. Ребята изображали суровые годы войны, великую радость победы. Я изобразил здесь битву за Севастополь. Я рисовал гуашевыми красками, которые помогли мне ощутить полностью, показать дым, показать горы, показать самолет правильно. Здесь изображено, как отстаивали этот Севастополь. Я изобразила на своей картине, как два часовых стоят возле памятника, потому что я когда-то была в отпуске и увидела эту историю. Мы очень чтим память о Великой Отечественной войне, поэтому решили тоже принять участие в этой выставке. Я нарисовал картину освобождения концлагеря. Прежде чем нарисовать это, я много читал об этом. Я рисовал это акварелию, вводил душу. Когда я рисовал это, я очень сильно прониклся тем временем. Среди работ можно было увидеть и портрет ветерана Великой Отечественной войны, деда одной из художниц изобразительного отделения. Каждая работа – это целая история, мир того времени глазами детей. Работы были представлены в различных техниках. Для того, чтобы достойно отразить все эти события, нужно было поработать много материала, нужно было почитать о Великой Отечественной войне, о работниках нашей компании, посмотреть какие-то фильмы, посмотреть какие-то иллюстрации, чтобы иметь представление о тех людях, которые воевали, которые были в лагерях концентрационных, которые пережили благаду ленинградскую. То есть очень серьезная тема, и поэтому подготовка была очень серьезной. В преддверии 9 мая Вайхал впервые доставили Знамя Победы. В связи с этим в учебных заведениях прошли торжественные митинги. А уже 9 мая впервые в Айхале была проведена акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 80 айхальцев. Ветеран поселка Людмила Шумакова не смогла остаться в стороне от масштабного мероприятия. В День Великой Победы она с другими жителями Айхала пришла почтить память своего отца, который ушел на фронт с первых дней войны. Это мой папа Тишковский Борис Алексеевич, который ушел на фронт с первых дней начала войны. И в 43-м году, в конце 43-го года, был тяжело ранен один раз и второй раз. После этих тяжелых ранений он был досрочно демобилизован. Еще в 2011-м, в год полувекового юбилея Айхала, на Соборной площади был установлен памятник Георгию Кадзеву, основателю поселка. А в 2015-м отметили 100-летие со дня его рождения. Все там же, на Соборной площади, состоялся торжественный митинг. Почтить память лучшего организатора того времени собрались люди разного поколения, в том числе и ветераны алмазодобывающей промышленности. Галина Казакова проработала с Георгием Кадзевым бок о бок многие годы. И на работе, и дома, начиная с 55-й палатки, потом бараки, потом молодежка, потом Гагарин. Это строгий человек, дисциплинированный, требовательный, но в то же время добрый. По окончанию митинга первым право возложить цветы к памятнику Георгия Кадзева было предоставлено ветеранам алмазодобывающей промышленности. Думаю, что он был бы доволен, если бы увидел, во что превратился его рудник. Сегодняшний подземный рудник Айхал – это мощное, высокотехнологическое производство, современнейшее оборудование. Автоматизированные процессы управления, высококвалифицированный коллектив. Нам выпала огромная честь продолжать его дело, не опускать планку его стремлений и достижений. И мы очень гордимся этим. И, естественно, мы не уроним эту честь. И всегда будем помнить и чтить Георгия Александровича Кадзева. С большим размахом отметили в Айхале юбилей Мирненского района. В День алмазодобытчиков в поселке состоялся сольный концерт Юлии Савичевой. Мероприятие с участием звезды российской эстрады стало самым ожидаемым событием лета. Ведь не каждый раз в Айхал приезжают участницы Евровидения и выпускницы телепроекта «Фабрика звезд». Помимо уже известных всем хитов, певица исполнила и свои новые композиции. Верные поклонники дарили Юлии Савичевой букеты, а дети приносили ей полевые цветы, собранные в Айхале. Публика очень тепло встретила музыкантов и не жалела ни аплодисментов, ни своих голосов. В 2015-й в России был объявлен Годом литературы. Символично, что именно в этот период в Айхале открылась обновленная поселковая библиотека, где разместились взрослое отделение и детское. После капитального ремонта здание книгохранилища приобрело совершенно новый, современный и уютный облик. Часть фонда смешанная, часть, естественно, отдельная, куда взрослые не будут заходить. Детская территория, на которую могут посещать только родители с детьми. Взрослые, на взрослую территорию, естественно, могут заходить юноши, девушки, старшеклассники, учащиеся ПТУ, ну и все остальные взрослые, которые раньше читали в детской. Теперь, естественно, будут пользоваться всем фондом библиотеки. В Республике 2015 был объявлен годом предпринимательства. Так, весной впервые в Айхале состоялся фестиваль индустрии бытового обслуживания. Мероприятие было организовано с целью повышения престижа предпринимательской деятельности. Участники смогли продемонстрировать свои услуги, были оформлены презентационные стенды. В выставке приняли участие как предприниматели, ведущие свою деятельность, уже не первый год, так и начинающие. Антонина Гаврилова представляла на мероприятии молодое предприятие, которое только начинает свою деятельность на рынке Айхала. Мы хотели воочию показать не только в рекламе, но и просто обычным потребителям нашу продукцию, и не только продукцию, наши предоставляемые услуги. И, конечно, мы очень благодарны организаторам этого мероприятия, что существуют такие мероприятия, где мы можем показать себя, показать людям, рассказать что-то потребителям. Василий Петрович подходит к концу 2015 года, подводятся итоги. Каким вам запомнился уходящий год не только как для главы поселения, но и как для жителей Айхала в целом? На самом деле, для меня год получился насыщенный различными событиями. Но, безусловно, основным событием все-таки было то, что я участвовал в избирательной кампании 2015 года, ну и как результат был избран главой муниципального образования поселка Айхал. Наверное, это самое яркое событие в моей жизни в 2015 году. Это и встречи с коллективами и так далее. Ну вот, наверное, так. Каждый год администрация поселка большое внимание уделяется благоустройству Айхала. Какие работы в этом плане были проведены в этом году и что запланировано в 2016? На самом деле, одна из задач администрации поселка – это, конечно, благоустройство поселка. Но есть ряд программ отработанных, принятых, утвержденных, которые реализуются и в том числе в 2015 году реализовались. Ну, такие, если как бы отметить, может быть, крупные дела, то это асфальтирование продолжалось дорог в поселке в 2015 году. Это был монтаж детских игровых комплексов, вы, наверное, это заметили. Значит, это было завершено строительство спортивного, ну, площадки, наверное, спортивные по Алмазной. Это проведены замены уличного освещения по улице промышленности, промышленные в основном там, да. Это начато строительство 22-х квартирного жилого дома. Ну, вот, мне кажется, это те основные виды работ, которые были проведены в летний период и которые еще, может быть, даже сейчас выполняются по дому, что касается. А что запланировано в 2016 год? На 2016 год, как бы, идет, продолжается реализация тех же программ по благоустройству, да. Вот мы планируем продолжить работы по асфальтированию дорог поселка. Мы планируем завершить, ну, как бы, благоустройство вот этих детских игровых комплексов. Мы планируем в 2016 году благоустроить несколько придомовых территорий, там уже отрабатываются проекты. Ну, и, наверное, одной из ключевых задач в плане на 2016 год будет все-таки завершить строительство вот этого 22-х квартирного дома для переселения жителей поселка Маркока. Этот дом по улице Алмазная, вы, наверное, наблюдаете, там, вот, как бы, подготовленное уже поле, площадка, да, туда часть работ выполнена, это подведены коммуникации частично. И сейчас, вот, как бы, отрабатывается техническое задание по, значит, ну, на торги, по свайному полю, по строительству дома. Василий Петрович, в должности главы поселка вы всего несколько месяцев. Какие проблемы уже удалось решить? На что, в первую очередь, будет направлена деятельность администрации поселка в следующем году? Каким проблемам будете уделять особое внимание? Ну, вот, как бы, конечно, за три месяца решить какие-то там глобальные проблемы, я думаю, это, ну, наверное, нереально. Но для себя, как бы, отмечаю одну из главных задач, которую мы уже, будем считать, решили, это все-таки принятие бюджета следующего года. Как бы, было несколько заседаний комиссии, вот, на последней сессии этот бюджет был принят. Ну, с определенными, конечно, там, оговорками, условиями и так далее. Ну, я считаю, для себя это, наверное, одной из основных задач. Далее, мне кажется, важным явилось то, что сейчас, как бы, идет завершение отработки, вот, подписание соглашения с компанией и республикой, правительством, да, по продлению программы сноса ветхого жилья, значит, до 2020 года. То есть, уже все оговорены нюансы, я так думаю, что эта программа будет подписана, значит, и продолжаться будет, как бы, вот, снос ветхого жилья старой части поселка до 2020 года. Несомненно, главное богатство приполярного Айхала – это его жители, активисты, спортсмены, общественники. В 2015-м им удалось получить достойные награды и завоевать внимание не только земляков. Знаменательно, что именно в 2015-м, в преддверии 55-летия поселка, и в Айхале появилась своя доска почета, которая расположилась на главной площади поселка. Совсем скоро здесь разместятся фотографии тех, кто вносит значимый вклад в развитие поселка, тех, кто наряду с другими жителями пишет историю Айхала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова